Микс Ньюс Добрый день, программа Разворот в прямом эфире. Меня зовут Андрей Лешкевич. Гость сегодняшней программы депутат Юрмальской думы от партии Согласия, юрист и правозащитник Елизавета Кривцова. Здравствуйте. Добрый день. Нам можно написать в WhatsApp сообщение 2306191. Пишите, пожалуйста, ну и можно позвонить, как обычно, 67212939, 67213939. Ну что, про образование, наверное, начнем говорить. Нетленная наша тема. Она, хотя казалось бы, что в прошлом году она уже истлела, когда в ноябре, если не ошибаюсь, Конституционный суд Латвии вынес решение о том, что ограничение преподавания на языках нацменьшинств в частных школах соответствует Конституции и соответствует всем международным обязательствам Латвии. И казалось бы, что уже такая точка поставлена, ну хотя бы точка запятая, по крайней мере. Нет, это запятая, потому что решение это принято, а последствия вот только сейчас мы начинаем. Ну, в общем, да. И вот Новый Поворот в 2020 году, вы, конечно, сейчас подробнее расскажете, я просто в двух словах скажу, что появились, были опубликованы особые мнения, это юридический термин, да, не только название фильма Стивена Спилберга, двух конституционных судей Неймани Сайточса. И эти мнения очень любопытны именно в свете решения Конституционного суда. Что же это за мнение? Да, эти мнения, то есть они подтверждают, что у нас были достаточно, ну, как бы у всех, кто защищал образование, я в иске частных школ, я участвовала, ну, частично. Поэтому, говорю, у нас, что у нас были достаточно сильные аргументы, и, ну, двух судей нам удалось убедить. И один из судей, это Нейманис, он, во-первых, он считает, что ограничивать частное образование в такой мере государства не должно, что это чрезмерное вмешательство. И вот то, что для меня было очень важно, это была та часть, которую я готовила, он признал, что язык образования – это метод образования, а государство должно регулировать результат образования. Оно не должно регулировать, особенно в частной сфере, оно не должно регулировать то, как там учитель будет это рассказывать. Это все-таки должно быть профессиональный выбор, а не нормативное предписание. То есть только так мы можем достичь цели, когда вы, как сказать, когда учитель, он подстраивается под свою аудиторию, он на нее ориентируется и достигает того результата, который назначает, утверждает, определяет государство. Вот, это, ну, вроде бы это было всем, всегда казалось, что это на уровне здравого смысла, что за свои деньги я делаю все, что угодно, главное, чтобы я сдал эти нормативы государственные. И вот спасибо судью Неймани, он это все-таки сказал прямо и как бы не согласился с решением коллегии и написал свое отдельное мнение. Еще интереснее это мнение судей Кучцы. Точно, по-моему, или Кучцы. Нет, Кучцы, Кучцы, который пошел еще дальше. Конечно, во-первых, он точно так же считает, что вмешательство в частное государство, в язык преподавания частных школ, это является чрезмерным вмешательством, но он пошел и дальше и не согласился с выводами суда по поводу аргумента дискриминации. А именно, что у нас разрешено на языках ЕС, Европейского Союза сколько угодно, а на русском языке вот там очень серьезно, очень-очень большое ограничение. Почему, на каком основании одним, причем нацменьшинством там литовцам, эстонцам, полякам можно, а русским самому большому нацменьшинству нельзя. И то потому что там Россия не в ЕС, но как это может быть проецировано на местных жителей внешняя политика там России или ЕС. И суд в своем основном решении, он написал, что ну на языках ЕС это чтобы язык изучать, это не чтобы культуру и самобытность сохранять. Судья Куйч с этим не согласился, провел свое такое расследование, прочитал уставы вот этих многих школ, которые преподают на английском, на немецком, французском, там польском. И везде нашел пункт о сохранении культуры, о трансляции культуры, каких-то там ценностей, там западных или какой-то определенной культуры. То есть, в общем-то, они выполняют ту же функцию, что и русские школы, это не только освоение языка, но и освоение вот всего этого пласта культуры и трансляции культуры. И его вывод, что не должно быть различий, и ни в теории, ни на практике, посмотрев на вот эти школы, различий не должно быть, и поэтому русские школы, они дискриминированы. Несколько каких-то, может быть, наивных вопросов. Во-первых, в чем вообще, почему судьи выступили с этим особым мнением, решение суда несколько месяцев назад уже было вынесено, почему судьи решаются на это особое мнение, что оно дает им, что оно дает вам и нам с вами. Это я объясню, да. Но, с одной стороны, процессуально решение принимается большинством голосов. Но они не должны были, то есть, они не обязаны были это особое мнение опубликовать. Я так правильно понимаю? Ну да, но это, в общем-то, хорошее, да, они не обязаны это делать. Но это, в общем-то, хорошая практика, если ты не согласился, особенно здесь как бы такому чувствительному делу касается языка, что судья излагает свои аргументы. Ну вот, как бы, да. С одной стороны, это, к этому, там, внутри их судебной жизни свой авторитет поддержать. С другой стороны, это для нас, конечно, это очень важно. Почему? Потому что это официальное лицо, которое подтверждает нашу правоту. Да, и мы теперь, как правозащитник, я могу говорить, да, у нас из семи судей пять считают, что мы неправы, но два считают, что это нарушение было. То есть, вот все аргументы, которые мы принесли, два человека, два… Сколько он получается? Двадцать пять? Да, нет, нет, тем не менее, это официальное лицо, это высшее… То есть, это неформальность для вас, это реальная какая-то… Это далеко неформальность, это как бы доказательство факта, да. То есть, то, что факт и дискриминация, и факт чрезмерного вмешательства, он доказан. Он не признан, так сказать, на всеобщем уровне, но он, по крайней мере, доказан, что мы смогли убедить двоих судей. Это значит, что юристы, правозащитники, адвокаты, которые участвовали, ну, мы не несли полную ерунду. То есть, в нашей позиции есть зерно правды. И это, в общем, такой первый лучик света вот в этом лесу, где нам все время говорят, «Нет, вы не правы, не права, такого нет и не должно быть, ни юридически, ни политически, никак». Я правильно понимаю, что один из этих судей в ходе, как это опять же называется, правильно, с юридической точки зрения, заседания или вынесения, он не присутствовал по причине болезни, вот такая история. Нет, это по судья Куч не присутствовал в рассмотрении иска по публичным школам. А по частным школам он присутствовал. Это значит, что если бы он был и в иске по государственным школам, то, возможно, он тоже бы свое отдельное мнение высказал. Ну, то есть, еще раз, то, что эти двое судей не согласились, было известно сразу после вынесения. Сейчас они просто его распространили. А, только сейчас-то стало известно с особым мнением. Это было известно внутри суда, то есть они не голосовали. Не публично это было известно. Ну, как бы нам это не было известно. И вот сейчас, когда уже решение опубликовано, вот тогда это стало известно. Вот, я хотела дальше сказать, почему это возможно, ну, как бы, почему это важно. Потому что, ну, с одной стороны, ну, ничего не закончилось. От того, что принято решение, качественное образование всем латвийским детям, в данном случае детям нацменьшинств, не обеспечено. И с последствиями мы только начинаем сейчас сталкиваться. И то, что уже удалось сделать в конце прошлого года, это добиться того, что Венецианская комиссия, это такая авторитетная юридическая комиссия Совета Европы, она взяла на рассмотрение наш латвийский кейс. И они в начале этого года, они опубликовали второй свой отчет по Украине, по украинской реформе образования, где тоже был переход на украинский. Где они повторно, как и два года назад, говорят, различие между языком ЕС и языком нацменьшинства, оно не обосновано, это дискриминация. Где они говорят о качестве образования, где они говорят, ну, не совсем относясь к образованию, но, тем не менее, моему сердцу очень близкую вещь, что говорить на языке нацменьшинств даже публично, это не может считаться ограничением прав большинства. Это должно быть разрешено, и то есть это такой камешек в огород нашей языковой инспекции. И мы надеемся, что если те же критерии, что использовались для Украины, будут использоваться для Латвии, то мы получим позитивное решение Венецианской комиссии, то есть которая говорит, что эти ограничения, которые приняты для русских школ, они не соответствуют международным стандартам, не соответствуют законам, и тогда мы можем что-то, как сказать, у нас уже будет правовая основа для дальнейших действий. А дальнейшие действия это какие? Например, Венецианская комиссия признает, что вот нынешнее принятое законодательство, оно нарушает какие-то международные нормы. Это просто наша правовая база для защиты права на образование на родном языке. Нет, я имею в виду технически. Вы подаете еще одно заявление в местность, или как это происходит? Или заявление Венецианской комиссии автоматически обязывает руководство Латвии отменить? Нет, оно не обязывает, но это начинается диалог вместе с латвийским правительством о соответствии вот этим принципам. По хорошей практике международных отношений Латвия много раз уверяла в своей приверженности принципам международного права и так далее. Вот я об этом и хочу сказать, что просто на протяжении всех этих лет вот этот диалог, он происходит постоянно, но при этом, по сути, ничего не меняется, как бы и продвигается, в принципе, в одном направлении. Вот я не могу этого до конца понять просто. С одной стороны... Насколько Евросоюз, простите, пожалуйста, в силах какое-то жесткое слово свое сказать, скажем так, в какой-то более жесткой форме, например, чтобы произошло какие-то реальные изменения, а не только диалог? Ну, по истории у нас реальные изменения вот этих международных рекомендаций приходили тогда, когда от наших международных партнеров вот что-то очень сильно зависело, да, например, там, вступление в ЕС, вступление в НАТО, но какие только уступки не шли, и в языке, и в негражданстве, и образовании, много чего. Сейчас, уже сейчас у нас было достаточно негативное заключение консультативного совета по выполнению рамочной конвенции по правам нацменьшинств, которые высказывали свое беспокойство по поводу вот этой реформы, и наш Конституционный суд сказал, что, ну, эти международные эксперты, наверное, плохо были информированы, наверное, им не рассказали, как на самом деле, и они ничего не поняли, поэтому будем-ка мы их игнорировать. То есть суд прямо сказал, вот ваша высокая международная комиссия ничего не понимает, мы просто будем вас игнорировать. Это смело было со стороны суда, да, и сейчас, получается, вот мы, идет вторая итерация того же самого, то есть вот такую рекомендацию не послушали, теперь, ну, более, мы можем получить более весомую рекомендацию, учитывая то, как достаточно, ну, неуважительно наш суд отнесся, Конституционный суд к международным этим инструментам, я думаю, что там тоже есть вот некоторое желание все-таки международные стандарты утвердить. Никакого особого, особого уникального случая нету, они распространяются на всех. Но, конечно, решение в наших руках. Однозначно, ну, сейчас... Что значит решение в наших руках? Ну, решение по поводу системы образования принимает, ну, по сути, латвийский сейм. Да, Латвия. То есть, по сути, опять же, если прямо говорить более прямо, по крайней мере, нынешняя языковая реформа, которая запущена и продвигается, она не будет, она будет продолжаться? Нет, я думаю, что она будет отменена. Я более того, я уверена, что она вообще не может выжить, поскольку она ухудшает качество образования, но в какой-то момент она... А по каким критериям? Ну, вот какие примеры уже, например, по прошествии одного семестра, да, я так понимаю, можно говорить? Ну, да, вот сейчас как раз партия Согласия подала запрос министру образования с просьбой представить информацию о оценках первой, то есть, прошедшего полугодия в сравнении с предыдущим полугодием. Я тоже участвовала, помогала составить этот запрос. И это то, что мы уже слышим от отдельных родителей, от отдельных школ, да, что оценки драматически упали, да, что если вот в большой школе раньше было 100 человек на всю школу, у кого девятки и десятки, сейчас осталось 4, да. И это, ну, это вот первые ласточки. Есть то, что рассказывают тоже родители и педагоги, что у детей, у некоторых детей пропадает желание учиться, что, ну, не получается урок настолько интересным и мотивирующим, чтобы всех вовлечь в эту учебную деятельность. А для государства, ну, так, если цинично говорить, это может быть аргументом, это важно, они могут сказать, ну, хорошо, вот сейчас два поколения помучаются, ну, третья, я понимаю, что это цинично, но так может быть просто. Ну, с одной стороны, да, эта реформа так и проводится, что нам, мы знаем, что ухудшится, были прогнозы достаточно авторитетные, что ухудшится качество образования, мы это игнорируем. И, ну, как бы, то, что проигнорировал Конституционный суд, это тоже, вот, кстати, да, забыла, судья Куч тоже очень верно указал, что не было, нету научной базы для этих, для таких реформ. То есть это тоже один из аргументов, над которым я очень сильно работала. Ну, не может быть, у нас основание для реформы – это социологический опрос ста школьников по тому, как они знают латышский язык. А есть тысячи из них сдают централизованный экзамен по латышскому языку. То есть есть совершенно другие, ну, данные, ну, гораздо большего, кому можно верить, более, как бы, совершенно иной выборкой. И министерство этого вообще не берет во внимание. Она, по сути, вот на основании комиксов принимала решение. То есть это было уже в этой реформе заложено то, что качество образования ухудшится. Вот. Вопрос то, как, ну, как общество на это отреагирует, да. Вот моя задача как правозащитника, с одной стороны, показать, где вот эти, где у нас эти негативные последствия, чтобы мы понимали, почему ребенок, там, начинает ненавидеть школу, почему он там хочет всех распределять, почему у него ухудшаются оценки и так далее. С другой стороны, ну, это получить правовую основу для дальнейших действий. Мы о реакции общества как раз поговорим после небольшого перерыва. Продолжаем разворот. Депутат Юрмальской думы, юрист и правозащитник Елизавета Кривцова у нас сегодня в гостях. Говорим об образовании нацменьшинств. Вот что касается как раз того позиции Европы и всевозможных оценок со стороны Европы. Я вообще правильно понимаю, что с одной стороны, если посмотреть на это, происходит такая борьба дипломатии и кулуарная во многом борьба. То есть что у нас есть вот эта линия защитников образования нацменьшинств, на языках, которые в Европе какую-то пытаются донести информацию. Есть государство, которое свою информацию доносит. Так происходит? Да-да-да, однозначно так, да. Ну и государство в этом смысле побеждает, насколько я понимаю. Нет, оно не побеждает. Оно здесь, ну, как бы вот в Латвии, оно всем рассказывает, что... По факту-то побеждает, реформа проводится. Вы говорили про международное отношение. Нет, на международном уровне, в общем-то, на уровне специалистов абсолютно понятно, что Латвия проводит несправедливую и неправильную политику. Вопрос, теперь вопрос, чтобы это дальше шло, как бы шло в публичное заявление. И решение Венецианской комиссии, если оно будет такое, как мы его ожидаем, это будет вот еще один шаг в том, чтобы громко говорить о том, что происходит в Латвии. Не просто на уровне каких-то там докладов, а вот... Опять же, немножко упрощу. Венецианская комиссия, как инстанция, если она выносит положительную для вас приговор, назовем это так, оценку, это будет самое авторитетное мнение, доносящееся Запада за последние годы или нет? Ну да, 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 это однозначно будет очень авторитетное. И это ставит, понимаете, это ставит Латвию, ну, по сути, ну, вместе рядом с Украиной, да, вот те проблемы, которые решаются. Ну, то есть мы не становимся такими уникальными. Это, в общем-то, такая вот, там, негативные тенденции есть много где в мире, и важно, что вот мы вот стоим, вот мы стоим в том списке. И это, конечно, ну, это помогает и в лоббировании, и в донесении своей позиции. Что касается, вот вы начали говорить про метод и результат, да, что подмена как будто бы происходит, государство может влиять на результат, не может влиять на метод. Как я понимаю, опять же, в несколько, может быть, упрощенном виде, главные аргументы в пользу реформы со стороны государства были, ну, политические такое единение общества, да, это мы оставим, наверное, не будем обсуждать. А что касается конкретного образования, то государство указывало на то, что знание госязыка у учащихся и выпускников школ нацменьшинств значительно хуже, чем у учащихся на латышском языке. Да, вот отвечу на это сразу. Для этого, как ни странно, надо просто изучать латышский язык, потому что у нас, а, самые дефицитные кадры в школах – это учитель латышского языка. В школах зачастую приходится мириться с совершенно неудовлетворительными учителями, но просто других нету. Учебники по латышскому языку, ну, далеки, очень далеки от идеала. Там требуется существенная доработка, чтобы они были эффективными в обучении латышского языка. Но факт такой имеет место. Нет, факт того, что знания государственного языка, они как бы… Они у всех плохи. Результаты централизованного экзамена по латышскому языку в латышских школах – 53%. То есть, средние знания латышского языка у латышей – 53%, ну, так грубо говоря. То есть, преподавание латышского языка плохо у всех. Поэтому сказать, что теперь мы и латышский не можем нормально преподавать, а мы теперь всё будем на латышском преподавать, ну, это просто… Оно ни в какие рамки не лезет. Оно лезет только в рамки вот такой очень идеологизированной позиции. Там что-то нам рассказывают, что вот Латвия для латышей, в государстве должно быть на одном языке. Это политический такой момент, да. Это всё идеология. А я вот про образование именно говорю. Оно вообще не имеет отношения к образованию. В образовании уже, ну, вот практика последних 100 лет доказывает, что использование родного языка благотворно влияет на результаты учащихся. Это самое лучшее, что может быть, и если это можно обеспечить, это нужно сделать. Вот как бы это то, что говорит педагогическая наука, и вот сейчас и в Азии, и в Африке идут огромные, проходят огромные реформы, чтобы ввести образование на языках местных племён, и тем самым существенно улучшить качество образования. По поводу ещё такой небольшой ремарки. Вот, то есть, вы когда говорите, что латышский язык плохо знают все, вы основываете, наверное, на результатах экзаменов. Да. А если брать какой-то более… Ну, есть, наверное, и по этому поводу статистика, но это такой более человеческий фактор. Мы прекрасно понимаем, что человек с родным латышеским всё-таки латышеский знает лучше, чем не с родным, в любом случае. Но что касается вот жизни после выпуска из школы и возможностей, об этом тоже, кстати, говорили многие эксперты именно образования, человек, выпускник школы нацменьшинств, русской школы, если попросту говоря, он из-за своих невысоких знаний или недостаточных, назовём это так, обладает меньшими возможностями. Ну, это в той рамочке, что просить знания иностранных языков на работе – это чуть ли не преступление. То есть реальная жизнь, она показывает совершенно другое, что в Латвии надо знать латышский, русский, английский язык, и ты, в общем-то, найдёшь своё место. Латышский здесь как бы на первом месте в приоритете, конечно. Ну, я думаю, да, в Латвии на первом месте латышский язык, но успешность себе обеспечивает русский и английский язык. Именно поэтому национальное объединение борется, чтобы запретить работодателям требовать вот эти вещи. Поэтому то, что говорит Министерство про рынок труда, это с реальностью не имеет никакого отношения, это просто идеология, аргументы притянутые за уши. То есть нет такого, что именно из-за незнания русский, английский – хорошо, да, именно государственного. Нет такой статистики. Вот я только что с конференцией в Сейме о выборе профессий среди учащихся, и проблема, например, в другом заключается, что экономике нужно 10% управленцев, а только 3% учащихся выбирают для себя эту профессию. А вот в ранг высокий, исполнители высшего ранга хотят идти 50%, а экономике нужно всего лишь 18%. То есть мы, у нас, вот если мы говорим про выбор профессии, у нас совсем в другом ситуации. Я еще ни разу не видела каких-то исследований, связанных с языком. Исследования как раз-таки вот с другим, что не учит школа тому, что в жизни нужно. И вот, например, когда мы говорим про управленцев, это значит, что инициативу и ответственность школа не учит, а учит быть исполнителем, что, в общем-то, не соответствует рынку труда. Поэтому, ну, это все идеологии, я не хочу здесь комментировать. Окей. Что касается реакции общества, вы тоже обмолвились, что важна реакция общества. Вот такой момент, который не совсем ясен, как вы его понимаете. Очень многие СМИ, когда вот этот вопрос освещается, особенно с какой-то такой более и пророссийской, и прорусской, назовем так, стороны, можно встретить такие словосочетания, что по Латвии прокатилась волна протестов, связанных с реформой. Ну, конечно, мы, как жители Риги, по крайней мере, понимаем, что это, конечно, преувеличение. Волны не было. Протесты были, да. Они были, но вот этот вопрос, эти протесты, они были очень такими, ну, не очень многочисленными, прямо говоря. Очень многие указывали на то, что школьников там самих очень мало, но это явно бросается в глаза. Почему это так? Ну, это явно бросается в глаза, но вот это вот... Нет, без другого. Нет, нет, просто когда был четвертый, третий, четвертый год, вот школьники выходят, они ничего не понимают на демонстрации, сейчас выходит там старое поколение, вот школьников нет. Ну, все-таки количество, оно решает. Тогда, хоть и так и говорили, но легкий спуг был, и определенная победа со стороны протестующих тоже тогда была. А почему сейчас вот в таком случае, ну, что это означает? Значит, что согласны, все равно... Ну, я думаю, что у нас... Ну, это проблема вот в ясности понимания того, что происходит и что можно сделать, да? Потому что просто, как бы, там, руки прочь от русских школ, верните нам то, что было, ну, как бы оно не... Мы уже видим, уже есть опыт 10 лет, оно не работает. Можно как-то замедлить, но не решить проблему. Поэтому, я думаю, поэтому, действительно, наверное, больше всего вышло на 1 мая прошлого, наверное, года, или когда на Брибас. Летом, да. Ну, да. Но как-то вот дальше... Там были тысячи людей, да? Ну, как бы, дальше это не пошло. Я тут, ну, не берусь комментировать, я скорее вот про ситуацию, что сейчас стоит делать. Мы сейчас действительно сталкиваемся с последствиями. И русским родителям, и обществу нам нужно понять, вот где эти негативные последствия, да? Нам с этим надо жить, и когда мы поймем их, может быть, тогда, как сказать, пойдем протестовать или еще что-то требовать. Поэтому я бы призвала, может быть, и родителей, и... Бабушек, дедушек, учащихся старших классов. Ну, может быть, сообщать, можно мне лично сообщать, вот где вы видите основные проблемы, где у нас... Ну, вот здесь в тему будет спросить, ведь в октябре, если я не ошибаюсь, прошлого года после долгого перерыва собрался консультативный совет по делам нас меньшинств. Да. С ним тоже какая-то своеобразная история. Я знаю, что у вас такое мнение свое, на этот счет. Как оценивать работу этого совета? Ну, это... Впервые он встретился с главой, собственно, с Минобразования, с Илгой Шуплинской. Нет, ну, это... Нет, это имитация деятельности, совет, на который... Общественный совет, на куда общественность не может попасть. Ну, это... Это нонсенс. Он... Ну, он имитирует диалог, его состав не соответствует ну, никаким требованиям. Ну, вот с Романом Алиевым вы обсуждали этот вопрос, который в нем, я так понимаю, стоит? Да, я обсуждала, я просила меня включить в этот совет, я в нем 10 лет уже находилась. Ну, министр Шадурский меня исключил после того, когда я критиковала этот переход на латышский язык. Я просила меня включить, были посланы десятки писем поддержки с просьбой меня включить. Были другие кандидаты, если я не подхожу, другие кандидаты тоже с письмами поддержки всем сказали, ну, сидите спокойно. И вот они собирались собраться в ноябре, следующий совет, он не собрался, собрался в январе, и тот единственный представитель родителей, которого все-таки удалось туда, представитель общественности, кого удалось туда включить, это Константин Чекушин, в этот день не смог, а заместить его нельзя, потому что там закрыто, туда никого другого не пускают. Ну, очень неудачно он не смог, получается. Нет, ну, у него была командировка. Нет, ну, понятно, что причины могут быть разные. Поэтому я и настаивала на том, что родители должны быть там представлены в достаточном числе, это не должно быть все на одном человеке завязано. На одном человеке, который реально не боится сказать свое мнение. Это мой опыт всех предыдущих 10 лет. И, ну, что же там обсуждали про учебники латышского языка? Что я еще... Но почему вы скептически на работу этого совета смотрите и особой пользы от него не видите? Он не отражает, не обсуждает нереальные проблемы, нереальные планы, он ни на что не влияет. Его созывают тогда, когда министру нужно получить согласие на какие-то свои планы. То есть, ну, это не то, что мы хотим. Поэтому, ну, реально нужно создавать параллельные структуры, где мы собираем информацию, что происходит в школах, мы пытаемся найти какие-то решения, мы обсуждаем проблемы, обсуждаем, обсуждаем, делимся опытом. В государственных структурах это сейчас невозможно. Давайте к негражданам перейдем, еще пару слов о них поговорим. Я видел, что в Ригу, не знаю, приехали или собираются приехать немецкие журналисты, и вы там активно призывали всех делиться информацией. Это уже случилось? Нет, еще не приехали. То есть, приехали немецкие журналисты, они собираются делать сюжет про неграждан. Да, в очередной раз. Вот тема неграждан, она интересна. Единственное, вот я все еще призываю семьи с маленькими, неграждан, где есть маленькие дети, вот отозваться, потому что те, кто отозвались, там вот это какая-то мама, ну, мало неграждан, или нет детей в семье, не та история, которую ищут немецкие журналисты. Ну, главная новость в контексте неграждан, это, конечно, то, что Левец провозгласил таки закон об отмене присвоения негражданства детям, вот что об этом думаете? Это большой, серьезный шаг? Или больше формальный вообще? Нет, шаг этот минимальный, но он однозначно, надо расценивать его позитивно. Если, наверное, два года назад меня за эту активность, за права неграждан, вообще, что эта тема должна обсуждаться, меня там называли врагом народа, включали в какие-то отчеты, там ругали на каждом углу, то сейчас, вот через два года, это стало реальностью, да, и, в общем-то, я считаю, что все люди, кто, и все правозащитники, и члены Конгресса неграждан, кто боролся за решение этой проблемы, это их, в общем-то, заслуга, потому что это произошло в результате международного давления. Да, результат, ну, очень маленький, но, тем не менее. Ну, да, такой уже давно требующийся, как оказалось бы. Да, это надо было сделать 10 лет назад, да. Но, получается, сейчас, по крайней мере, новых неграждан появляться просто не будет. Не будет, да, но, учитывая нынешнее количество, сколько, кстати, на сегодняшний не остается неграждан? Ну, 200 с чем-то тысяч. Вот, учитывая эту цифру, тоже такой, конечно, циничный расчет, но через сколько, как вы думаете, в Латвии вообще не останется неграждан? Но, понятно, они либо могут натурализоваться, либо по естественным причинам они уходят просто. Ну, 50 лет, по-моему, где-то, вот, может, там, расчет от 30 до 100 лет, ну, как бы, где-то, я думаю, вот так. Около 50 лет. Около 50 лет. Останется последний негражданин. Да, не, но оно останется в памяти, да, оно никуда, оно не исчезнет внезапно, это несправедливость, она еще будет жить потом в истории, будет вспоминаться, и последствия ее, как бы, они останутся. То есть, пока эта проблема не будет решена справедливым образом, она будет негативно влиять на Латвию. Ну, видите, ну, это, конечно, если брать так вот черное и белое, но, по сути, она решается, вот, например, даже этот шаг, который мы понимаем с вами, да, он такой очень запоздалый, но он же позитивный со стороны государства. Конечно, конечно. То есть, оно может решаться справедливо, очень постепенно, и в итоге вот сведется все к такому ни к чему. Нет, вот если, нет, понимаете, пока что самый главный фактор уменьшения количества неграждан – это смерть, да, и пока, если проблема неграждан решится смертью, это останется, ну, таким, черным пятном, базорным пятном на истории Латвии, оно будет влиять на будущее. Хорошо. Я просто немножко темп ускоряю, потому что времени у нас не так много. Президент Левец вот уже какое-то время уже в главе государства находится, впечатление у многих, он уже некоторые шаги сделал, то есть уже какое-то впечатление у людей формируется. Какое у вас впечатление? Ну, я вот напомню, что одно из громких его недавних заявлений о том, что за 30 лет нацменьшинства стали частью алтышской нации, и также он предложил термин «лицталтеши» – соотечественники, употреблять его. Но это касается напрямую. Я достаточно предвзята в данном вопросе. Человек, который считает, что латвийское государство создано для латышей и должно служить латышам, а остальных как-то пристроен. Это вы интерпретируете сейчас его словами? Нет, я не интерпретирую. Я знаю его на протяжении многих лет, слежу за его публикациями, читаю его статьи, книги, он автор преамбулы, не будем забывать. И сейчас, основываясь на преамбуле, чего только не запрещают. Вот уже, я знаю, с десяток судебных решений, где ссылаются на преамбулу, что Латвия создана, чтобы латышскую культуру сохранять и развивать. Вот, поэтому, и то, что моя самая главная претензия к нашему президенту, что права, свобода и права человека у него стоят на втором месте. Они нигде не появляются. У него на первом месте стоит национальное государство, в смысле, вот, этнически национальное государство, устарелая, совершенно устарелая концепция. И главное достижение западной цивилизации, свобода индивида, оно вообще где-то на заднем плане. Поэтому всё, что он делает, он делает в этой рамке. Он там приветствовал тоже, что Конституционный суд нацменьшинством не разрешил получать образование на родном языке. Поэтому я в этом ничего позитивного не вижу. Но это неправильное направление развития. Оно ни благосостояние, ни перспектив для людей Латвии несчастья не принесёт. Это такая политическая концепция, вернуть былое, хорошее прошлое. Мы знаем, что все эти предложения давайте сделаем, как было там в 19 веке и ещё когда-нибудь, а это никогда невозможно реализовать. Это всё обман, самообман. Поэтому я отношусь к этим всем идеям негативно. Ничего хорошего они не приведут. Да, если позволите, ещё хотелось бы о партийных ваших делах пару вопросов спросить. Да, и про Юрмала, если успеем, тоже, конечно, пару вопросов. Ну, что касается согласий, в первую очередь в контексте, конечно, Рижской думы. Вы, наверное, следите, я уже думаю. Слежу, да. Как депутат соседнего самоуправления. Как вы это видите? Что вообще происходит с Рижской думой, с согласием? Ну, мне стыдно за моих коллег в Рижской думе. Не буду скрывать. Я надеюсь, что они всё-таки придут в себя. Так долго уже нельзя заниматься внутренними разбирательствами. Ну, есть, в общем-то, это, наверное, проблема. Эти проблемы внутренней жизни партии копились много лет. И вот с тем, что Нилу Ушакова вынудили уйти со своего поста, вот, в общем-то, всё как бы прорвало систему. Все эти проблемы вылились снаружи. Мы сейчас их разгребаем. Но я не теряю, в общем-то, надежды и обоснованных, обоснованных на фактах, что мы сможем, сможет, партия сможет собраться и адекватно реагировать на вызовы. Вы как политик, ну и как юрист тоже, наверное, понимаете или как вы понимаете, вот насколько мы это понимаем. В Рижской Думе грядут перевыборы. Это уже, по-моему, ясно практически всем. Ну, грядут, но, как вы видите, они всё время откладываются, там, месяц, на два и так далее. Так что... Так или иначе, ну, кажется, что они неизбежны. Просто для чего сейчас происходит вот эта вот возня в Рижской Думе с отставкой постоянно? Не очень понятно просто мотивы людей, которые их не целуют. Мотивы – это внутренние проблемы, внутренние несогласия, там, какие-то личные амбиции, которые, ну, под руководством Нилу Ушаковой удавалось сглаживать и держать под контролем, а с его уходом, в общем-то, система пошла в разнос, да, и вот это мы печальное зрелище сейчас наблюдаем. То есть никто в здравом уме так не будет себя вести, но вот какая-то там уже получается такие второстепенные, третьестепенные факторы берут вверх над стратегией, над целями и задачами партии, да, ну, вот такой, какой-то срыв такой эмоциональный, эмоциональный или какой-то там организационный срыв происходит в Рижской Думе. А как юрист, вот, что касается законопроекта о распуске Рижской Думы, его вообще не очень положительно оценили даже юристы Сейма, они сказали, что он не очень доработан, и президент сделал такой интересный шаг, ну, то есть его и депутаты вынудили, собрали подписи, чтобы он был пересмотрен, но он его, президент не отправил в законопроект на повторное рассмотрение, а вот использовал, как я понимаю, в другую статью Конституции, да, отправил его на вот этот вот сбор подписей по поводу референдума, который, естественно, никак там ничего никто не соберет, тоже, по-моему, всем это понятно. Вот это что, вот это все, и сам этот законопроект? Не, ну, во-первых, ну, как бы вот вы говорите, Дума будет распущена. Я здесь юрист и правозащитник, это моя вот первая, моя идентичность. Я говорю, ну, нет основания для распуска Рижской Думы, как бы они себя вот ужасно не вели, это не является юридическим основанием для разгона Думы, поэтому там есть чему сопротивляться, там есть что... Ну, мы видим, что она сама уже распускается, там и не нужно распускаться, она просто разваливается. Да, если они сами развалятся, да, они возьмутся за ум и развалятся, да, тут уж, конечно, как сказать, ну, значит, то и заслужили. А вот то, что делает фракция, согласие всеми, да, она всячески затормаживает это решение, чтобы юридические аргументы, а не профессиональные аргументы, они получали большего веса в этой политической игре. Перед перевыборами, возможно, кстати, да? Ну, перевыборами, а там уже и настоящие выборы не за горами. Ну, мы же знаем, что у нас проходит законопроект о пяти годах, тоже странным, конечно, образом, там через какие-то комиссии посторонние, но, тем не менее, скорее всего, так будет, если будут перевыборы. Хорошо, не так много времени остаётся про юрмалу, а, значит, тут, наверное, такие более точечные вопросы будут, хотел я, в общем, конечно, поговорить, как живёт юрмала вот без россиян и без новой волны, но, наверное, уже так глобально не успеем. Последняя новость – это закрытие ресторана «36-я линия», и там тоже такой какой-то интересный конфликт между экоактивистами и предпринимателями, что с этим рестораном? То есть, сами владельцы говорят, что это временное всё-таки закрытие, удастся его отвоевать у зоозащитников. Это временное, это опять такой юридический казус, что любая жалоба на… экологические активисты, они подали жалобу на разрешение на строительство вот этого временного, ну, летнего, летней террасы, и по закону, если подана жалоба, то решение приостанавливается. Ну, вроде как бы это кажется, что это неразумно, как-то подана жалоба от третьих лиц, а человек что-то получается… даже без любых оснований оно приостанавливается. Это, в общем-то, недоработка законодательства, но не должно быть так в таких строительных процессах, тем более терраса там, ну вот, если она… она никакого необратимого эффекта не имеет. Ну, незаконно установили, следующий сезон не будет, и всё. Но законодательство говорит так, что всё, значит, приостанавливается, значит, Дума должна всё это дело прекратить и не имеет права поступить иначе. Ну, вы думаете, сможет он круглогодично работать там или нет, если коротко? Ну, я думаю, да, я думаю, да, там нету никаких… Угроз для природы, таких, как преподносят. Нет, там нет угроз для природы, ну, то есть там можно улучшить его работу, там, ну, по каким-то мелочам, но в данном случае мы… да, в Дюнах мы имеем ресторан, но это не частный интерес, это не какая-то узкая группа людей, это… Общественное место. Общественное, действительно, общественный объект и очень важный для Юрмала. Хорошо. Дальше такая ещё тревожная поступила информация о том, что Юрмала подумывает о введении круглогодичной платы за въезд в город. Что с этим? Действительно это так? Не, ну, такой вопрос обсуждался, пока что решили, что не нужно вводить круглогодичный въезд в город. Вот, поэтому, ну, с одной стороны… В этом году не ведут, если… В этом году не ведут, ну, более того, ну, вот моя позиция в том, что мы должны максимально облегчить, как бы, другие способы въезда в Юрмалу. Вот, в следующем году начнём велодорожку Юрмала ремонтировать на Юрмальском участке, максимально, как бы, способствуя другим способам передвижения. Не на машине, да, то есть? Да, поэтому, ну, летом я поддерживаю то, что у нас есть вот эта ограничительная, ограничительная мера зимой, и, конечно же, учитывая, что Юрмала полупустая зимой, ну, моя позиция, что это не надо делать, но и пока, и, в общем-то, коллеги по думе согласны, что пока мы это не будем. И последнее – это программа «Синего флага», от которой как будто бы Юрмала отказывается из-за увеличившихся взносов. Действительно отказывается? Ну, увеличились взносы, да, в этом году, очень кардинально, и решили, ну, немножко поставить на паузу этот вопрос. Всё равно пляжи будут убираться в том же качестве и… То есть это не повлияет вот именно этот вопрос? Да, нет, это… «Синя флаг» – это очень высокая планка качества. Нет, это не повлияет, все работы будут видеть здесь, как и раньше, но вот как сертифицировать вот этот уровень комфорта и качества, ну, вот этот год мы подумаем и потом примем решение. Спасибо большое. Елизавета Кривцова была у нас сегодня в гостях. Всего доброго. До свидания. До свидания.